Если вы в каком-то поисковике, неважно, ну скорее всего лучше конечно в гугле или яндексе Ведете словосочетание такое из трех букв кириллицы М, А и К И результатом поискового запроса, первым среди результатов поискового запроса будет межгосударственный авиационный комитет, а не МАК Косметикс Это явный признак того, что произошло тяжелое авиационное происшествие Поэтому об этом сегодня я и поговорю Прошла уже неделя фактически Много за это время стало известно И на самом деле я даже рад, что у меня не было времени сделать это все раньше Но прежде чем мы начнем, прежде чем я начну конечно, вы это будете просто смотреть Я сделаю небольшое объявление Связанное с тем, что пару моих видео вышли в тираж крайних В частности, что касается про Су-25 видео И в связи с этим конкретно я хотел бы сделать небольшое объявление Конечно, с одной стороны это хорошо Когда видео набирает много просмотров, это привлекает аудиторию на мой канал и подписчики увеличиваются, я даже радуюсь Но затем я перестаю радоваться, потому что я понимаю, что когда делаю видео уровня ширпотрепа То, соответственно, те, кто этот ширпотреп хавает, в большинстве случаев, ко мне приходят на канал Я не говорю конкретно сейчас про всех людей, кто подписался на меня после этого видео Но в большинстве случаев это те люди, которые, наверное, сейчас будут от меня ожидать Такие версии произошедшего, которые они до сих пор верят Ну, первая, это, естественно, топ-1 версия Это, конечно же, тяжелый самолет, перегруженный То есть он был настолько тяжелым, что он смог взлететь, а потом от этой тяжести упал Вторая версия, это летчики были пьяные Это тренд середины нулевых, приблизительно второй половины нулевых Когда летчики постоянно пьяные летают и не могут управлять самолетом от этого, соответственно, пилотировать Третья версия, это теракт, конечно же Это уже тренд середины десятых, второй половины десятых Того времени, в котором мы сейчас находимся Если какой-то самолет потерпел катастрофу с жертвами, это обязательно теракт Он обязательно взорвался И, исходя из этого, уже такая четвертая версия, если я ничего не упустил Это, что это постановкой на самом деле никакой катастрофы не было Да, я чуть не забыл еще одну версию, которая всегда имела место быть Это такой вообще золотой стандарт авиационных происшествий Объяснение авиационных происшествий тяжелых с жертвами среди экспертов всех мастей, конечно же Начиная от РЕН-ТВ и заканчивая сегодня Ютубом Потому что Ютуб превратился уже давно в филиал РЕН-ТВ и тому подобных ширпотребных каналов Это версия, которая говорит о том, что если самолет разбился, то он был старым То есть он развалился в воздухе от того, что он старый, понимаете Так вот, всем этим категориям граждан, которые сейчас даже приноровятся писать комментарии, допустим Мне это, в принципе, на вас нассать, вы можете писать, что хотите Но я не советую вам подписываться на этот канал, потому что все, что на этом канале я буду далее вещать Да и вообще до этого вещал, для вас слишком сложно Поэтому вам, скорее всего, не стоит это смотреть и не ходите дальше РЕН-ТВ и, допустим, РТР и первых там других федеральных телеканалов Там вам расскажут все такие версии, какие они должны быть Для вас там все очень просто будет Здесь вам делать нечего Поэтому давайте уже приступим непосредственно к такая долгая преамбула, как я всегда люблю Я вообще люблю долгие прелюдии Начнем мы с закона Бернули Особо вдаваться в подробности того, что из себя представляет закон Бернули я не буду Потому что все-таки я считаю, что это прежде всего имеет отношение к теоретической аэродинамике Теоретическая аэродинамика это такая дисциплина физики для настоящих мужчин Я же в силу того, что я мальчик, больше интересуюсь аэродинамикой практической Поэтому в любом случае, когда дело дойдет до того, что я буду рассказывать о практической аэродинамике А рано или поздно это произойдет, потому что это нужно сделать, кроме меня на ютубе Этого никто не сможет сделать внятно Мне придется затронуть закон Бернули, возможно, в связи с некоторыми процессами Которые протекают на крыле непосредственно в момент создания подъемной силы В этом качестве, возможно, я коснусь более подробно закона Бернули И то я над этим подумаю, это не совсем на самом деле обязательно А сегодня же мы будем говорить о законе Бернули Потому что все-таки из уравнения Бернули выводится ряд закономерностей Благодаря которым можно рассчитать, условно говоря, практически так и есть Рассчитать воздушную скорость, приборную скорость самолета Если говорить вкратце о законе Бернули То все-таки он отражает фундаментальные зависимости между давлением динамическим Назовем его так, в какой-то точке и давлением статическим Грубо говоря, да фактически, наверное, можно сказать и строго говоря А строго говоря, чем больше динамическое давление, тем меньше давление статическое Именно базируясь на этом принципе и построены системы на самолетах Которые позволяют вычислять воздушную скорость Я буду ее так называть условно, хотя правильно говорить, все-таки скорость приборная Но я буду называть ее воздушной, потому что в любом случае Характеризуется скоростной напор на приемник полного давления Приемник полного давления представляет из себя инструмент Это фактически такая трубочка, в которую залетает набегающий поток воздуха И, скажем так, в том месте, где находится критическое сечение Условно говоря, назовем его так Наверное, его можно так назвать Критическое сечение образуется сумма давления статического И давления набегающего потока воздуха Давления напора воздуха Динамического давления, назову его так, условно говоря Так вот, сумма этих двух давлений Статического и динамического в этой точке Называется давлением полным Для того, чтобы отсюда получить скоростной напор Особо не углубляясь в его вычисление Для того, чтобы получить отсюда скоростной напор Нужно из полного давления вычесть давление статическое Именно поэтому в большинстве случаев Если мы не говорим о приемниках воздушного давления Хотя все это можно назвать приемниками воздушного давления Потому что так или иначе с воздушным давлением они работают В том или ином виде Все-таки под приемниками воздушного давления как правило, подразумевают совмещенные приемники, в которых совмещен замер и статического одновременно давления, и давления скоростного напора. Но в большинстве случаев система представляет из себя разнесенные датчики, то есть ППД, приемники полного давления, о котором я уже сказал выше, которые представляют из себя сумму давления статического и давления скоростного напора в точке критического сечения приемника полного давления, И приемники статического давления, которые, естественно, занимаются прежде всего тем, что вычисляют, представляя себе, по сути, анейроидную коробку, вычисляют барометрическую высоту. Так вот, для того, чтобы получить давление скоростного напора и, соответственно, понять, получить представление о скорости воздушной самолета, о скорости приборной, нужно из полного давления вычесть давление статическое, которое измеряется, в свою очередь, отдельным датчиком. Понятно, да? Как правило, датчики статического давления представляют из себя такие отверстия. Отверстия в фюзеляже, в головной части фюзеляже, в передней части фюзеляже, чаще всего, если мы говорим о гражданских аэрлайнерах, такие отверстия находятся за кабиной пилотов. Ну, собственно говоря, где-то там находятся и приемники полного давления, и флюгерное устройство для измерения глоатеки. Но об этом я чуть дальше поговорю подробнее. К чему я все это говорю? К чему я все это говорю? Ах, да. Вы, наверное, уже знаете, что воздушная скорость, приборная скорость, называется, собственно говоря, такой, потому что по ней пилотирует самолет. Именно по ней пилотирует самолет, потому что именно эта скорость отражает в данный конкретный момент времени несущие свойства крыла. И она очень важна на всех этапах полета Потому что именно по этой скорости, как правило, выдаются ограничения минимальной скорости Потому что именно по этой скорости можно узнать о том пороге, когда начинаются срывные моменты, скажем так, на крыле Не углубляясь сейчас в практическую аэродинамику Вот у меня получится видео про практическую аэродинамику Потому что именно по этому датчику, по этому указателю приборной скорости летчик может знать, за какие границы снизу, назовем их так, нельзя выходить Потому что именно в эти моменты начинаются срывные явления на крыле И, собственно говоря, это может привести к различным катастрофическим последствиям В свою очередь, как правило, верхняя граница представляет из себя как воздушную скорость, приборную скорость, так и число маха Потому что с увеличением и приближением к скорости звука, особенно если у вас крыло дозвуковое Также начинаются различные неприятные моменты, когда часть течения на крыле из ламинарного превращается в турбулентное Но все это, конечно, не совсем важно Давайте перейдем уже к сути Схема выхода, скорее всего, была Acrem 14G Очень похожа, по крайней мере Что тут рассматривать, в принципе, нечего Высоту перехода не прошли И дальше шли в наборе На автопилоте Это понятно, я думаю, всем Само место преступления на карте выглядит вот так Вот здесь оно находится Вот он, Домодедово Вот непосредственно здесь Произошло столкновение с землей В управляемом полете Скорее всего, это было именно так Потому что полет был именно управляемым Я считаю Посмотрим пару стримов с квадрокоптера Для того, чтобы рассмотреть это Подробнее место Я уже паузу здесь сделал Трансляция с лайфа Логучая какая-то Но тем не менее, мы здесь увидим То, что нам нужно Вот, собственно говоря, вот эта жиденькая лесопосадочка Дальше уже другая И третья Можно посмотреть другую трансляцию Это с другого федерального канала Здесь детализация получше Само место контакта Вот здесь И мы можем видеть Что из себя представляет Фрагментация Элементов конструкции планера И в какую сторону Происходил Разлет фрагментов Вот отсюда еще можно видеть Куда разлетелись фрагменты планера И на карте можно приблизительно составить Зону такую Разлета Фрагментов планера Ну, наверное, как-то так Приблизительно Плюс еще, конечно, части какие-то И сюда поразлетались Если прикинуть То получается Порядка, наверное, 500 метров Ну, 450 метров В эту сторону все полетело О чем это нам говорит Такой характер Разлета фрагментов планера Это говорит о том Что столкновение С поверхностью земли Произошло на большой скорости И с таким углом Где имела место быть Не только большая вертикальная скорость Достаточно большая вертикальная скорость Но еще и такая составляющая скорости Я бы назвал ее поступательной Которая именно и позволила Разлететься фрагментом планера В этом направлении В принципе, это типичная картина Для такого авиационного происшествия Такая фрагментация Конструкции планера От такого удара Здесь нет ничего удивительного В этом абсолютно Собирайте не еще долго Там по частям всех будут в ведрах Так, предварительный анализ Зарегистрированной параметрической информации Показал, что в ходе всего полета Закончившись авиационным происшествием Обогрев всех трех приемников полного давления Находился в выключенном состоянии Во всех остальных полетах Имеющихся на самопис С еще 15 Обогрев ППД Включался перед взлетом На исполнительном старте Собственно говоря Дальше можно ничего и не читать Ну, разве что Здесь временные Некоторые характеристики Данные Особая ситуация Начала развиваться Через 2 минут 30 секунд После отрыва на высоте 1300 метров И приборной скорости 450-470 С учетом погодных условий Которые там имели место быть Это облачность Как раз вот на этих высотах Я даже не стал метар смотреть Тех дней Там все понятно было По видеозаписи С камер видеонаблюдения Где самолет взрывался После столкновения с землей Такая сплошная была облачность Вполне И, собственно говоря Нет ничего удивительного в том Что в этой облачности Произошло нарастание льда Конкретно В отверстии В трубке приемника полного давления Стали происходить Стали проявляться Расхождения В показаниях скорости Модуля воздушных параметров 1 То есть это у командира Левого летчика И модуля воздушных параметров 3 То есть резервного Который Об этом я сейчас чуть дальше вам покажу А что касается самопис Не регистрирует значение скорости От модуля воздушных параметров 2 То есть 2 пилота В этом нет ничего удивительного Точно так же Он не регистрирует И по крайней мере На 330-м аэрбасе Который нырнул В 2009 году Около Бразилии В принципе там Схожая ситуация В чем-то была На самом-то деле Это распространенная практика Зачем писать Лишнюю дорожку В чем смысла Абсолютно никакого нет Какие были показания Можно понять По речимову самописцу И они скорее всего Уже поняли Но с учетом того Что обогрев не был включен Там показывалась Тоже какая-то параша Абсолютно Это понятно Расхождение достигли 30 км в час Появилась и команда сравни Но это все ясно В общем Далее нас интересует Что примерно через 50 секунд На высоте 2000 метров Данная разовая команда Зарегистрирована снова Причем в этот раз Скорость была больше И продолжала расти А скорость от МВП Один Модуль воздушных параметров Продолжала падать То есть расхождение В скорости были Причем Такие достаточно большие И непонятно На каком из них Была скорость Реальная Скорее всего Не на каком На МВП Показывал 540-560 Ну что ближе к истине Наверное в какой-то степени В течении примерно 50 секунд После отключения автопилота Полет проходил На высоте 1700-1900 метров С изменением Вертикальной перегрузки В пределах от 1,5 до 0,5G Это кстати Интересный нюанс Почему в продольном канале Самолеты Не так разбалтывали В ручном режиме Есть несколько конечно Вопросов по этому поводу Дальше их тоже Попытаюсь озвучить Если не забуду Предположение После этого При сохранении Значение скорости 0,5G Начали интенсивно падать Значение скорости 200 км в час И ниже От МВП-3 То есть резервного В дальнейшем Самолет был переведен В интенсивное снижение С углами тангажа На пикирование 30-35 градусов Но это все понятно То есть они летели 50 секунд Вот в течении 50 секунд Или после даже этого То есть 50 секунд Они летели И решали что происходит После этого Они решили разгонять Самолет все таки Потому что поверили То есть фактически Можно сделать вывод О том что они Ориентировались По резервному прибору И когда его значения Стали падать Ниже 200 км в час Они естественно Перевели самолет В интенсивное снижение С углом тангажа 30-35 В надежде разогнать скорость То есть они действительно Предполагали Что они летят на скорости 200 и ниже Интересно конечно Было бы очень послушать Речевой самописец Какие у них были предположения По поводу того Куда девается Их приборная скорость Ну потому что У меня в голове Это не укладывается Миссия Межгосударственного Авиационного комитета Последнюю катастрофу Н-148 Информирует Что после установки Носительной информации В технологическом Наземном устройстве Остановление информационных Питающих связей Было произведено Копирование информации Бортового регистратора Запись аварийного полета Имеется Расшифровка Предварительной информации Подтвердили информацию Зарегистрированную Параметрическим Регистратором Полетных данных То есть они подтвердили Информацию того Что обогрев Всех трех приемников Полного давления Находился в выключенном состоянии Переходим К руководству Полетной эксплуатации Самолета Ана-148 Система полного Статического давления Описание и работа Вот как у нас выглядит Принципиальная схема Системы полного И статических давлений Давайте ее рассмотрим Что мы здесь видим Ну первое Что мы здесь видим Это естественно Расшифровка Для того чтобы вам было понятно Вот прерывистая линия Это трубопровод Магистрали полного давления То есть полное давление Прерывистое Статическое давление Сплошная линия Давайте рассматривать Ну во первых Что мы первым делом Здесь видим Это шесть датчиков Шесть каналов Статического давления Нужны они для Прежде всего Для измерения барометрической высоты, то есть статического давления окружающий самолет атмосферы на определенных высотах. Соответственно, с изменением и понижением давления увеличивается показание прибора барометрической высоты, то есть таким образом измеряется барометрическая высота, по которой самолет, собственно говоря, летает. Почему сделано столько датчиков, целых 6 штук здесь и еще 2 резервных здесь? Ну, как правило, делают их в таком большом количестве, и здесь это показано условно. На деле, скорее всего, я не рассматривал АЛАН-148, они разнесены чуть дальше, скорее всего, это потому что условная схема. Сделано их по 6 штук не потому, что их может заморозить, как в морозильнике, и нарасти лед, так как на ваших пельменях, которые лежат уже порядка полугода в морозильнике, а не поэтому. Сделано их по столько штук для того, чтобы снизить явления, связанные со скольжением самолета и с другими аэродинамическими явлениями, которые могут исказить показания статического давления. Далее, на прерывистой линии мы видим, естественно, приемники полного давления. Раз, два и три. То есть три приемника полного давления, каждый из которых завязан на свои каналы, которые распределяются, естественно, один идет к командиру, для того, чтобы вам было понятно, второй идет ко второму пилоту, и третий идет на ППКР. Прибор пилотажный, комбинированный, резервный. На нем совмещены все показания, это высота, вариометр и скорость. То есть он, как видите, питается по своим каналам, у него два своих датчика статического давления и один датчик полного давления, который с ним связан. Именно на нем можно наблюдать в случае полного отказа вот этого вот всего контура, можно, ну не считая одного датчика полного давления, можно наблюдать, естественно, все главные параметры, с помощью которых самолет можно пилотировать непосредственно. Что касается обогрева приемников полного давления, все вот эти приемники, естественно, должны обогреваться, само собой, так как в случае нарастания льда в отверстии внутри приемника полного давления, вот здесь он, кстати, ниже нарисован, да, вот прекрасно можно его посмотреть. В случае нарастания льда вот в отверстии непосредственно приемника полного давления, естественно, то полное давление, которое в таком случае, исходя из закона Бюрнули, опять же, потому что диаметр, условно говоря, этой трубки будет сужаться с нарастанием льда, Естественно показания такого прибора Они не будут соответствовать действительности Далее в руководстве полетной эксплуатации Можно видеть ниже Непосредственно показано Каким образом включается Обогрев приемников полного давления И непосредственно на схеме нарисован Где находится эта панель Эта панель находится над вторым пилотом Это непосредственно его обязанность Так вот очень хорошее видео Я сразу паузу сделал в нужном моменте Конечно автору нужно было бы его монетизировать Потому что просмотр еще будет расти И можно было конечно поднять бабосик Но кто же знал что будет так втыкаться на А148 Вот здесь вы по центру видите Комплексный индикатор системы сигнализации Исходя из названия я думаю вы понимаете для чего он нужен Вот здесь как раз таки вы видите Такой список желтенький Это то если говорить грубо Что не было включено и что еще нужно включить Здесь же отображаются и различные отказы Все что связано с неполадками Вот таким вот желтым ярким По сравнению со всем остальным можете видеть Отображается непосредственно вот здесь Поэтому давайте посмотрим Как происходит взлет И вот по мере подготовки к взлету Вот собственно говоря Обогревы ППД Вот сейчас откл можете видеть Они отжаты У них два положения Вкл это когда они нажаты Сейчас они находятся в отжатом положении Ну вот здесь система кондиционирования Естественно да скорее всего Ну все в принципе очень просто здесь Пожарные краны, топливная система Все элементарно сделано на этом самолете И что касается Об этом я еще в конце скажу А что касается самолета Конкретно 148 Все сделано на современном уровне здесь Это полностью цифровой борт Фактически со стеклянной кабиной И я даже не знаю Какие там появляются у некоторых претензии У меня вообще очко бомбануло по этому поводу Но я в конце об этом скажу Давайте дальше посмотрим что происходит По мере включения всех систем Вы можете видеть как количество Желтеньких надписей На комплексном индикаторе Систем сигнализации пропадают Вот они выруливают Вот здесь сейчас будет хороший кадр Тоже будет хорошо видно Вот пожалуйста обратите внимание Вот я не могу прочитать что написано здесь Но вот тут вот видно конкретно ППД можно прочитать И нет обогрева Вот они все три Обогрев ППД выключен На этом этапе На этапе руления Естественно включать они будут Обогрев ППД непосредственно исполнительным И когда они будут взлетать Готовностью к взлету Да не так как на Ту-154 Когда горела лампочка К взлету не готов Здесь готовность к взлету На самолете А148 непосредственно Является Вот эта вот часть КИС Должна быть полностью темной Для того чтобы на ней не отображались Никакие желтые предупреждения Вот когда она у тебя темная Тогда можно взлетать Вот кстати ППКР На котором вы можете видеть Скорости все Которые отображаются Вариометр и высотомер Которые непосредственно получают данные О полном давлении От третьего датчика Который естественно тоже нужно обогревать Ну вот они уже выруливают на ВПП Значит исполнительный у них уже прошел Собственно говоря этот момент здесь не показывается Но вот здесь вы можете уже видеть Обороты выводят на взлетный И здесь ничего желтого уже нет Непосредственно на взлете Никаких желтых надписей Быть не должно Это означает готовность к взлету Так переходим к самому важному Наверное что я хотел сказать Ну ремарочка скажем так Небольшая от школьника Комплексный пилотажный индикатор Мы видим самолет А148 Вот он на видео Вот здесь находится Командиры второго пилота Собственно говоря это главный Индикатор наверное по которому Осуществляется активное пилотирование Реализован принцип стеклянной кабины Как на любом современном авиалайнере Принцип состоит в том Чтобы все самые важные для пилотирования Приборы Всю самую важную индикацию Собрать в одном месте приборные доски Для того чтобы летчик меньше всего Тратил времени и внимания своего Меньше всего напрягался Для того чтобы переносить взгляд И собирать информацию Которая ему нужна в голове Для того чтобы представить И сформулировать образ полета Сформировать правильно сказать Образ полета мысленный Интерпретировать все показания Всех приборов которые есть На приборной панели Для того чтобы собрать их в кучу И представить какое пространственное положение Занимает самолет В какой сторону он движется В прямом смысле слова Относительно линий из одного пути Все это можно делать На современных авиалайнерах Посмотрев на один лишь комплексный индикатор Комплексный пилотажный индикатор Что нас на нем интересует Это естественно Скорость Высота Вертикальная скорость Угол атаки И перегрузка Это на самом деле Самые нужные для нас приборы Самые нужные для нас индикаторы Ну и конечно же число МАХ Куда уж без него А в той ситуации Которая сложилась Непосредственно Вот эта вот вещь Показывала то Что не соответствовало действительности А именно показывала меньше Меньше была приборная скорость И соответственно Это ввело в замешательство Людей Которые осуществляли активное пилотирование Естественно Скорее всего С учетом того Что было написано На сайте МАКа Именно после того Как показания ППКР Как я понял Насколько я понял Стали падать меньше 200 км в час Они предприняли попытку Разгонять скорость Простейшим методом Разменом Своей Потенциальной энергии Которая представлена В виде высоты На энергию кинетическую То есть Разменять высоту на скорость Ну попросту говоря В простонародье Разогнаться Пикируя Почему я считаю Что это была полная глупость Помимо того Что они не включили Обогрев ППД И они уже совершили ошибку Да Сделал небольшой спойлер В середине уже этого видео Что в принципе Катастрофа произошла Из-за ошибки пилотов В любом случае Из-за ошибки То есть ошибка была Вне включения Обогрева ППД И ошибка была Далее в том Что они не разобрались В аварийной ситуации То есть Они не разобрались В том что происходит И приняли неправильное решение Абсолютно Хотя оно было инстинктивным Потому что Видимо ситуация стрессовая И напряжение нарастало И в итоге Они приняли Абсолютно неправильное решение Которое привело к катастрофе Ну Они в любом случае Здесь виноваты Пояснение небольшое Маленькие любители Практической аэродинамики Которые меня сейчас слушают Прекрасно понимают Что В полете Пусть это даже будет набор Или пусть они там летели Вроде как в горизонте Да С перегрузкой Там полтора И 0,5 После того Как они Выключили автопилот Перестал индикатор Воздушной скорости Ваш Отображать данные И у вас Закрались сомнения в том А правдивы ли они Показывают они мало И действительно ли Это такая маленькая скорость Вот 150 Ограничение После которого Уже будет срыв Поток с крыла И можно кувыркнуться Да На крыло допустим И заштопорить там Например Что же нужно в таком случае делать Нужно ли сразу пикировать Блядь Для того чтобы смотреть Разгоняется или нет Эта скорость Увеличивается ли эта скорость Или нет Да Можно так сделать Но нужно учитывать На какой высоте вы летите В том что написал Мак не было сказано Ничего о том Что перестал работать Что перестали работать Приемники Статического давления Что вообще Абсолютный нонсенс Потому что их На самом деле там Предостаточно для того Чтобы они работали Как мы видели уже на схеме И скорее всего Приемники Статического давления Прекрасно работали И они имели Представление И точно знали О своей барометрической высоте То есть имея представление Высоте Далее что нужно Во первых Оценить пространственное положение Самолета Это было видно Прекрасно По авиагоризонту Они могли прекрасно Понимать С каким тангажом Они летят Они прекрасно знали О том Какой у них был Режим двигателя То есть Это 80% В наборе Там 90% Не важно Они прекрасно Видели тангаж Они знали режим Они могли Видеть Угол атаки Непосредственно И они могли Видеть перегрузку Условно говоря Если вы летите С перегрузкой Единицы Допустим Например Пусть это будет Перегрузка Единицы У вас тангаж 10 градусов Сейчас я условно Называю цифры У вас высота Потихоньку ползет Вы видите Что высота Увеличивается То есть Это там 2000 метров 2020 метров 2040 метров При этом Вы видите Что ваш угол Атаки Находится Например Ну на значении Там 7 8 градусов Например Угол атаки И все эти показания Не меняются При том Что скорость Падает Или скорость Вообще Находится На нуле Но при этом Угол атаки Находится В допустимых Значениях Перегрузка Находится В допустимых Значениях Тангаж Угол Не меняется И при этом Высота растет Можно сделать Простой вывод Что ваша скорость Не меняется В каких-то там Страшных пределах Она уж точно Не находится У нижней границы Это 100% Потому что В случае Когда вы Приближаетесь К нижним значениям Может появляться Такое явление Которое Называется Флаттером То есть Тактильная тряска Причем Это приближение К скорости Критическое Сваливание Будет отражаться И в угле Атаки Который будет Расти Потому что Чем ниже Ваша скорость И если Есть задача Сохранить высоту То есть Горизонтальный полет Назовем это так Придется увеличивать Угол атаки Для того чтобы Естественно Сохранить Подъемную силу Критическим значением Угла атаки Будет выражаться В тактильной тряске Причем на большинстве Современных авиалайнеров Это еще выражается Искусственной тряской На штурвале То есть Искусственная вибрация Штурвала Которая предупреждает О том что Вы приближаетесь К критическим значением Угла атаки И скорее всего К критическим Низким Критически низким Значением скорости Вот собственно говоря И все что я хотел сказать По этому поводу Сама по себе Ситуация Когда Индикация скорости Приборной Не соответствует действительности На самом деле Не является аварийной Самолет от этого Не падает И он не упадет От этого Никогда Абсолютно Его в такое Пространственное положение Могут загнать Только пилоты Только летчики Которые сконцентрировали Все свое внимание Полностью Только на указателе Приборной скорости Скорости воздушной И на основании Только лишь Показания этих приборов Сделали выводы О том Что их скорость Вероятно Крайне мала Хотя исходя Из того Что я вам здесь Объяснил Понять на какой Вы скорости Приблизительно летите Допустимая ли она Можно исходя Из вот этих Двух приборов Трех Это индикация Перегрузки Угла атаки Высоты Барометрической И угла Тангажа Соединив Все эти вещи Воедино Можно понять Что ваша скорость Не выходит За какие-то Критические ограничения Продолжить полет В горизонте Доложить диспетчеру Выйти из облаков В наборе Или в снижении И выполнить посадку Собственно говоря Никаких проблем Колоссальных Здесь Абсолютно Не существует Естественно У многих Возникнут вопросы А возможно ли Взлетать Не видя Три желтых Надписи Которые Возвещают Пилотирующих О том Что не выполнены Все процедуры Перед взлетом Возможно ли это Вопрос конечно Дискуссионный На самом деле Но Учитывая Скажем Мой опыт В том Сколько заключений Межгосударственного Авиационного Комитета Я прочитал И это касается Не только Межгосударственного Авиационного Комитета Но и других Авиационных Тяжелых Происшествий Меня уже На самом деле Почти ничего Не удивляет Особенно После Ярославской Катастрофы И с обжатием Тормозов Поэтому Какие обстоятельства Привели к тому Что обогрев ППД не был включен И они взлетели И даже не смотрели На индикацию Которых Возвещало О том Что ППД Не включены Давайте Оставим Эти разговоры До того момента Пока Будет Обнародована Расшифровка Либо в текстовом виде Либо в звуковом Что касается Значит Теоретиков Ушу Которые говорят О том Что А вот Значит Не выкладывают Записи Речевых Самописцев Значит Что-то скрывают Во-первых Выкладывать Записи Речевых Самописцев Перестали Именно после того Как некоторые Записи Речевых Самописцев Которые Кстати Мне тоже Очень нравятся Стали собирать По миллиону Просмотров По полмиллиона И родственники Усопших Понимаете Родственники Усопших Конкретно Тех Кто пилотировал Допустим В частности Им не очень нравится Слышать Эти голоса Постоянно И думать о том Что миллионы Людей Их послушали И продолжать Там комментировать Все это дело Смотреть Им самим Наверное Скорее всего Тяжело Заходить Допустим На ютуб И слышать Как погиб Там сын Муж Брат И так далее Отец Например И Межгосударственный Авиационный Комитет Перестал В большинстве Случаев Не считая Таких резонансных Как Катастрофа Под Смоленском Качинского Самолета Президента Польши Перестал Выкладывать Аудиозаписи Конкретно Самописцев Речевых Из морально-этических Соображений А не потому Что они там Что-то хотят Скрыть Но вот они Летят и падают И говорят Ой А это они От вас скрывают Это был теракт Нас взорвали Террористы Или что вы там Хотите услышать Поэтому После обнародования Речевых Самописцев Или Если учитывать То что написано На сайте МАК И они говорят Что там Подтвердилось То что не были Включены Обогрев ППД Может ли это Означать Что они Не прочли Карту Даже Не прочли Чек-лист На исполнительном Где Конкретно написано Обогрев ППД Включить Да Хотя я даже Не смотрел Эти чек-листы В РЛМ Не лень Но скорее Все это Как-то так Именно Работает Потому что Конкретно С процедурами На 148 Не знаком Но мы С вами Посмотрели Видео В принципе Я думаю Вы все Поняли Там Больше Знаете Нечего Что на Исполнительном Включается Обогрев ППД Потому что По карте Это процедуры Которые Прописаны В РЛЕ То есть Они Однозначно Совершили Ошибку Из-за Ошибки Людей Как и Большинство Авиационных Катастроф Связаны С человеческим Фактором Это Известно Давно Уже Всем И человеческий Фактор Делится Как на Человеческий Фактор Летчиков Которые Пилотируют Так и на Человеческий Фактор Например Обслуживающего Персонала Потому что Конкретно На 148 Была Ситуация Когда Не сняли Заглушки С ППД И после Этого В полете Уже После Набора Или В начале Набора Я уже Точно Не помню Пилотирующие Заметили Расхождение Показаний Приемников ППД То есть Расхождение Показаний Непосредственно Воздушной Скорости И вернулись Благополучно На аэродром Вылета Что касается Значит Катастрофы А148 Которая Была связана С тем Что Разогнали Скорость Которая Порядка Чем на 100 Км в час Превышала Предельно Разрешимую Скорость Ну то есть Непосредственно Речь идет Наверное Не только О скорости Приборная Но о числе Маха На снижение Разогнали Самолет Он стал Разрушаться И собственно Говоря Это была Катастрофа Вторая Катастрофа Единственная Две Катастрофы Этого Типа Воздушного Судна И многие Стали писать Вот там Неполадки Значит Были с Приемниками Полного Давления Это Конструктивный Недостаток Самолета Бред Полный Вообще Блять Сивой Кобылы Причем В моих Глазах Упал Даже Ресурс Такой Как БМПД На лайфжурнале Который Я в свое Время Даже Рекомендовал Когда Рассказывал Видео О С400 Которые Разместили В Сирии Дополнительный Дивизион БМПД Блять Написал На своей Странице Причем Там Не сделал Даже Никакую Пометку Что это Просто Журношлющий Понос Или Это Сам Редактор Который Постил Непосредственно Материал Написал Такое Что АН-148 Это Недоработанный Самолет И вот С таким Налетом Знаете Того Что это Украинский Самолет И значит Он Недоработанный И из-за Этого У него Какие-то Проблемы С приемниками Полного Давления Хотя Уже Все Везде Давно Написали Люди Которые Этот Самолет Эксплуатировали Что Никаких Конструктивных Недостатков С ППД Не было И на нем Летали И возили Пассажиров Вы как себе Представляете Чтобы самолет Который Налетал По программе Испытания Там Определенные Часы У него Были Какие-то Неконструктивные Недостатки С ППД Хотя Это Просто Невозможно ППД За последние 50 лет Авиации Скорее всего Принципиально Его С точки зрения Аналоговое Устройство Скажем так Не говоря Об об обработке Этих сигналов Оно Не менялось Там Не может Быть Просто Никаких Конструктивных Недостатков Связанных С ППД Это Полная Чушь Вообще Бредятина Ёбаная Кто это Писал Это Просто Промытый Какой-то Осел Который Пишет О том Что этот Самолет Плохой Потому что Он был Сделан В Украине Да Это Совместно Украинско-российский Вообще Проект В принципе Там Часть Оборудования В этом Самолете Не вдавался В подробности Она была Сделана В Российской Федерации Вполне возможно Что это Так и Есть Там Часть Элементов Даже Конструкции Планера В Российской Федерации По-моему Хвостовое Оперение Разрабатывалось Это Украина Российский Проект Понимаете Он Изначально Позиционировался Как Украина Российский И Поэтому Российская Федерация Часть Авиапредприятий Которые Купили Этот Самолет Они находились На территории Российской Федерации Не зарегистрированы Были В Российской Федерации Никаких Фатальных Конструктивных Недостатков В этом Самолете Нет Это Вам не Ту-104 Который Падал За Недостатков В расчете Стабилизатора В пикирование Неуправляемое Срывался Увод у него В пикирование Происходил Это Да Это Был Конструктивный Недостаток И в конце Концов Туполев Даже Сам признал Ну Хотя Там История Конечно Такая Темная Какое Это Вообще Имеет Отношение К самолету Ана-148 Это Вообще Такая Чушь Я чуть не Нарыгал На маритор Когда я Это Прочитал Это Так Отвратительно Блять Писать На все Теперь Украинское Что это Дерьмо Хотя Это Вообще Абсолютно Не тот Случай Это Настолько Глупо Вообще Что Просто Блять У меня Слов Нет Одни Маты Далее Значит Что Конкретно По ситуации Можно Сказать По действиям Пилотов Летчиков Я уже Объяснил Вам На примере Что Сама По себе Индикация Нереальная Индикация Воздушной Приборной Скорости Это Не Катастрофическая Ситуация Из этой Ситуации Можно Выйти Можно Понять И Продиагностировать Эту Ситуацию То есть Это Абсолютно Очередные Вещи Что По углу Атаки По перегрузке По пространственному Положению Самолета В продольном Канале Непосредственно То есть По его Тангажу По углу Тангажа По перегрузке И по углу Атаки По режиму Работы Двигателей Можно Прекрасно Понять Что скорость У вас Находится В допустимых Пределах Но это Абсолютно Очевидно Это простейшие Вещи Блять Которые Знают Даже В школе Нахуй Наверное Что Послужило Поводом К тому Чтобы Совершать Такие Необдуманные Действия На высоте 2000 метров Нырять Вот так Вниз Пытаясь Разогнать Скорости Притом Смотреть Как бараны На эти Показания Воздушной Скорости Продолжать Падать С 2000 Понимая Что это Там Какие-то Десятки Секунд Потому что Сейчас Дифур Я решать В голове Конечно же Не буду Потому что Я учусь В девятом Классе Но понятно Что это Падение Там Заняло Это пикирование Там Порядка Двух Десятков Секунд Наверное Приблизительно Сами там Рассчитайте В комментариях Катинг Гипотенуза Ну Единственное Что нужно Рассчитать Конечно Скорость Дифференциальная Которая Нарастала К концу К столкновению Какая она Была Вначале Это Сказать Вы точно Не можете Но я думаю Что это Пару Десятков Секунд То есть В течении Там Допустим Десяти Секунд Они смотрели Как бараны На показания Скорости Которые Не росли При том Что Тангаж Там Был Отрицательный 30 градусов Представляете Что это Такое Для этого Самолета 30 градусов Они смотрели На показания Непосредственно И думали А что же У нас Скорость Не растет И Ни одному Из них Не пришло В голову Что эти Показания Скорости Не являются Настоящими Чтобы вам Было понятно При этом Они видели Угол Атаки При этом Они видели Свою Барометрическую Высоту При этом Они видели Перегрузку И видели Свой Тангаж Неужели Возможно Вот так Как баран Лезть На новые Ворота Да Это Возможно И вы знаете Почему Потому что В очередной Раз У нас Оказались Опытные Пилоты Понимаете Опытные Пилоты Оказались В очередной Раз Один Налетал 800 Часов Всего На этом Типе И там Я не стал Вдаваться Подробности По моему Он вообще Всего 800 Налетал То есть Там уже Такая История По поводу Того Как он Получил Сертификат Летной Годности Он Настоящее Это все Понятно И пилотское У него Было Настоящее Ну просто Это человек Который Пришел В авиацию Уже По моему 40 лет Вроде Что-то Такое И налетал Всего 800 Часов И конечно Опытнейший Командир Который Только Ввелся И у него Там порядка 2000 Часов С копейками Общий Налет Меньше 3000 У двоих Вы Что Хотите Вообще От этих Людей Что Вы Хотите От людей Давайте Будем Говорить Прямо Но Это По факту Так И есть Это Человек Который В этой Бесситуации Инстинктивно Скажем Так На уровне Рефлексов Не смог Бы принять Правильное Решение Потому Что За 800 Часов Он просто Не умеет Летать Ну Не умеет Он Летать Просто Что касается Командира Который По сути Только Ввелся И на нем Лежит Вся Ответственность За то Что происходит В экипаже И скорее всего Все вот эти Решения Принимал Именно он И скорее всего Пилотировал Активное Пилотирование Осуществлял Тоже именно он От человека Который налетал 200 Вы хотите От него Каких-то Автоматизированных Действий В такой ситуации В большинстве Именно стрессовых Ситуаций Люди Даже очень Опытные Понимаете В чем проблема Даже очень Опытные Летчики Они Выполняют Какие-то Действия Которые Находятся За гранью Понимания Они Выполняют Действия Рефлекторные Именно Рефлекторные Действия И то Что они За 50 секунд Или сколько Они там В горизонте Летели Как я понял По крайней мере Тому что написано На сайте Мака Сейчас То что Они летели В горизонте За это Время Но того Который 800 часов Мы со счетов Сразу сбрасываем Вот этот Вот который Налетал 2000 За это Время За эти 50 секунд Пока они В ручном режиме 50 секунд Они пилотировали В ручном режиме И потом Да Приблизительно Через минуту Они начали Пикировать Для того Чтобы разогнать Скорость Если за минуту Человек Который Налетал 2000 часов Смотрел На все Вот эти Показания Приборов О которых Я вам Сейчас Сказал И не мог Понять Что показания Скорости Которые Он видит Не соответствуют Действительности То нет Ничего Удивительного В том Что его Закопали И да Рассуждайте По поводу Того Что это был За борт И сколько он Налетал Я конечно же Не буду Потому что Но к сожалению Сказать что самолет Старый Журношлюх Не получилось В этот раз Потому что Самолет старым Не был Ни по ресурсу Ни по календарному Возрасту Назовем это так Поэтому Что в заключении В заключении В самом конце Я могу сказать Что это была Ошибка пилотов Непосредственно Вся вина Лежит на командире Воздушного судна Потому что Он не проследил За тем Как был включен Обогрев Приемников полного давления Он принял Неправильные решения Он неправильно Интерпретировал Показания Те Которые у него Имелись в этой Непростой Скажем так Ситуации Но она была Абсолютно И вся проблема В том что Автоматизация Всех процессов Которые происходят На борту Современных Авиалайнеров Она с одной стороны Хороша Потому что Она Минимизирует Все таки Возможность Совершения ошибок Чем сильнее Человека Исключают Из контура управления Воздушным судном Чисто статистически Это должно Приводить к тому Что ошибок Будет меньше Потому что Человек Ошибается Чаще чем машина Но многие Из вас скажут А почему же Блять Человека Оттуда вообще Полностью не убрать Я вам отвечу Потому что Летчик Пока еще Не смогли Создать Искусственный Интеллект Идеальный Именно Летчик В контуре Управления Вот в этой Автоматизированной Системе Которую Представляют из себя Все современные Авиалайнеры Именно Летчик Должен Со своим Мозгом Который Еще машина Повторить Не смогла Понимаете И самые умелые Программисты Еще не смогли Описать Логику Работы Программного Обеспечения Человека Причем Дело здесь Не только В программистах Если им сказать Что писать Они это Напишут Просто еще До конца Непонятно Как работает Программное Обеспечение Мозга Так вот Это незаменимое Программное Обеспечение Мозга Которое Называется Летчик Понимаете Прокладка Между штурвалом И сидением Именно для этого Она и нужна В кабине Для того Чтобы вот В таких Вот сложных Ситуациях Принимать Правильные Решения Взвешенные Исходя Из того Что у тебя Есть Именно Эта ситуация Не являлась Катастрофической Поэтому Ошибка Пилота Здесь В любом Случае Вне Зависимости От того Действительно Или Не включили Обогрев ППД Как это Написал Межгосударственный Авиационный Комитет Хотя Это так и Есть У меня Нет Никаких Причин Сомневаться В этом Потому Что еще Не такие Совершали Идиотские Ошибки Люди Ну И ошибка Еще и в том Что не смогли Выйти из Той ситуации Которую Сами же Создали Хотя В принципе Выход был Не то чтобы Элементарный Но это Задача Решаемая Это Задача Решаемая Для летчика Потому Что Если ты Пошел На эту Работу Ты должен Быть Готов К такому И ты Должен Уметь Решать Такие Задачи Потому Что На это Ты Летчик Именно Для Этого Ты Там И Сидишь Потому Что Как Только Машина Научится Решать Все Эти Вещи Вас Оттуда Уберут Понимаете И поэтому Когда люди Идут В Летчике Они Должны Быть Готовы К такому Они Идут Туда И Обучаются Для Этого Получают Высшее Образование Не Для Того Чтобы Быть Не В Состоянии Интерпретировать Показания Вот Те Которые У Них Были В Частности Угла Атаки Режима Работы Двигателя Высоты Тангажа И Перегрузки Они Идут Именно Для Того Чтобы Понимать Как Из Этих Показаний Можно Приблизительно Прикинуть С Какой Скорость Вы Летите Но Большинство К сожалению Людей Сегодня Судя По Не Совсем Давним Скажем Так Резонанс Событием Идут Обучаться На Пилотов Для Того Чтобы Там Я Не Знаю Банан Себ В Рот Засовывать Или Трусами Жопой Дергать В Туалете И Выкладывать Это Видео На Ютуб Понимаете Ну Пожалуй У меня Все И так Слишком Долго Не Теряйтесь В Этой Жизни Летайте Линиями Аэрофлота Редактор субтитров